В столицу Заполярья с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер. Мурманскую область называют воротами в Арктику, поэтому значимые для развития региона энергетические проекты уже переходят в практическую стадию реализации. Об этом речь шла на встрече Марины Ковтун и Алексея Текслера. Затем состоялось заседание рабочей группы по вопросам энергообеспечения Кольского Заполярья. Стороны обсудили итоги совместной работы. Создан проект модернизации системы теплоснабжения Мурманской области до 2030 года, который должен способствовать уходу от мазутозависимости. Другой, не менее важный вопрос, это продление сроков эксплуатации энергоблока в Кольской атомной станции. Остановка энергоблока привела бы регион к зависимости от поставок электроэнергии извне, а значит невозможности дальнейшего развития промышленного сектора экономики, в том числе и градообразующих предприятий. Решение о продлении срока эксплуатации энергоблока номер один уже принято. Сроки реализации проекта и объема финансирования заложены в инвестиционную программу концерна «Росэнергоатом» на 2016-2018 годы. Мурманская область действительно становится одним из базовых регионов для освоения арктических территорий Российской Федерации. Строительство новой береговой и портовой базы, создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, реализация проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, направленная на создание в Кольском заливе инфраструктуры опорных баз освоения Арктики. И это одна из ключевых задач на ближайшую перспективу. Продолжение следует...